Что касается второй истории про «вы же не жили в 90-е», ну тут совсем просто. Мы, конечно, может быть и не жили в 90-е, я в 90-е ходил в школу, большую часть в 90-х, Алексей Навальный в большую часть в 90-е ходил в институт, а большая часть наших агитаторов, студентов в 90-е родилась и ходила в детский садик, это правда. Но, извините, вот сегодня в Иркутске напались бейсбольными убитыми на сына арендодателя нашего штаба. Но это, простите, стабильность или что это? 90-е закончились, друзья, 18 лет назад, 17 с половиной. Путин находится в власти в два раза дольше, чем Ельцин. И все это время он борется с последствиями в 90-х, но, видимо, не получается, значит. Как-то вот победить-то 90-е. 90-е держат костлявой рукой. И, наверное, не случайно не получается, потому что в 90-е Путин работал сначала в мэрию Собчака, где продавал этот коземельные металлы за рубеж и воровал на этом сотни миллионов долларов. Потом в контрольном управлении, потом директором ФСБ. Все 90-е он провел на госслужбе, внутри этой системы. Все лихие 90-е он становился очень богатым и влиятельным человеком. Или вот, как мы узнали из последнего ролика про Алишера Усманова, Дмитрий Медведев у нас в 90-е был представителем Совета директоров Геспрома и растаскивал его вместе с Алишером Бухрановичем Усмановым и другими преступниками по кусочкам разносил, значит, набивал по карманам. Так что вот мы-то в 90-е, может, и не жили. А вот Путин и Медведев в 90-е не просто жили, а, как они любят говорить, очень круто поураганили. И именно поэтому 90-е нас и не отпускают. И мы сейчас, на самом деле, каждый день сталкиваемся с нападениями, с каким-то открытым разбоем, открытым противодействием правоохранительных органов, которых мы боимся вместо того, чтобы уважать за то, что они нас защищают. Мы видим, как эти 90-е вот все время вокруг нас.